Добро пожаловать на наше следующее видео Что происходит профессор Добрый день Вальтер Добрый день как ты сегодня Ну у меня все хорошо Это была Интересная неделя Потребовалось время Чтобы добраться сюда И теперь мы можем снова начать говорить о выборах Для начала я помолюсь Наш Отец Небесный Благодарим тебя за то Что мы снова можем собраться и поразмышлять Господь у нас тяжелые времена И нам нужна проницательность Поэтому мы просим тебя благословить нас Просветлением Святого Духа в нашей беседе Во имя Иисуса Аминь Это были очень бурные выборы И очень важные Я помню как сказал в прошлом видео Не важно кто победит Верно? Мы также сказали Что философия Компании Байдена Больше соответствует Социальной доктрине Римско-католической церкви Что согласно последней энциклике Папы То что он действительно Однажды реализовал в мире И затем конечно есть Надежды пророка И так называемый Кюанон Для окончательного Осушения болота Но вроде как Болото побеждает В мире происходят Некоторые болезненные вещи А что до нас То мы наблюдатели Верно? Мы наблюдаем И помещаем это В пророческий контекст Что меня восхищает Так это то Что мы все время говорили Что должен быть синтез Есть тезис Есть антитезис И должен быть синтез Как нам соединить Эти две стороны вместе? Идея состоит в том Чтобы отделить их Как можно дальше Друг от друга Создать конфликт А затем призвать к исцелению Которое потребует синтеза Это означает Что Крайне левые И крайне правые Повестки дня Должны быть отброшены Должна быть компромиссная ситуация На этих выборах Даже Нет уверенности Действительно ли Байден выиграл Суды вероятно Все же решат это Также не уверен Кто контролирует Сенат На данный момент Республиканцы Контролируют на два места В Сенате больше Чем демократы Но они все еще могут забрать Немного Чтобы игра могла стать равной Интересно то Что даже если Байден В конечном итоге Объявят президентом Соединенных Штатов Хотя он уже Заявил о себе Тогда сколько власти Он будет иметь Если Республиканцы Получат Сенат Это верно Тогда ему придется Управлять И принимать законы Путем тщательного Компромисса Тогда что это Разве это не синтез Это синтез Верно Но нам нужны Очень сильные идеи С обеих сторон И так или иначе Они должны Объединиться Итак Давайте посмотрим Что произошло На этих выборах Мы также много Сосредоточили Внимание В предыдущих видео На стороне Трампа А теперь Мы собираемся Немного взглянуть На сторону Байдена Чтобы увидеть Где он находится У нас также Было это Интересное сравнение Философии Царя Северного И философии Царя Южного И мы сказали Что обе стороны Фактически Содержат элементы Царя Северного И хотя Лагерь Байдена Содержит больше Философии Царя Южного Чем Царя Северного Но могут быть Большие колебания Особенно если Синтез Верно Итак Какое отношение Религия Имеет К этим выборам Давайте Скажем об этом Прямо Я думаю Это первый раз В истории Где так много Говорится Об религии Верно Итак Давайте посмотрим На некоторые проблемы У нас есть видео С выступлением Байдена После того Как он заявил Что он победил На выборах Итак Давайте посмотрим На это Библия говорит нам Обо всем Что есть время Время строить Время жать Время сеять Время лечить Это время Исцеления Для Америки У нас есть Возможность Победить Отчаяние Чтобы построить Нацию Процветания И цели Мы можем Сделать это Я знаю Что мы можем Я давно говорил О битве за душу Америки Мы должны Восстановить Душу Америки Наша нация Сформирована Постоянной битвой Между нашими Лучшими ребятами И нашими Мрачными Импульсами И что говорят Президенты В этой битве Имеет значение Пришло время Нашим лучшим Ребятам Победить Я верю Что в наших Лучших проявлениях Америка Мояк для всего мира Мы не уйдем Мы не уйдем Мы будем вести Не только Примером Нашей силы Но и силой Нашего Примера В последний Компания Компания В этом году Нашим сердцем Нашим сердцем И твердыми руками С верой В Америку И в друг друга С любовью К стране С жаждой Справедливости Позвольте нам Быть нацией Которой Мы знаем Что можем Быть Нацией Объединенной Нацией Укрепленной Нацией Силенной Соединенные Штаты Америки Дамы и господа Никогда не было Ничего из того Чтобы мы Пробовали И мы не смогли Сделать И так помните Как сказал Мой дедушка Когда я выходил Из его дома Когда я был Ребенком В скрентоне Он сказал Джо Храни веру И моя бабушка Тогда она еще Была жива Она сказала Не молчи Джо Говори о ней Распространяй веру Бог любит вас Пусть Бог Благословит Америку И пусть Бог Защитит нашу церковь Спасибо Благодарю всех вас Скажи мне Мой друг Это была Политическая речь Или это была Религиозная речь Она полностью Религиозная Он начал с Бога Он говорил О распространении Веры И он говорил О церкви Намекая на Пусть Бог Защитит церковь Какую церковь Он католик Поэтому Я не думаю Что будет сложно Догадаться О чем он говорит Нам не нужно Слишком много думать Об этом верно Но тем не менее Это была Религиозная речь И там были Элементы Царя Северного Все еще Спорный вопрос Будет ли он Президентом Но если Он будет Это очень Интересное Введение Есть много Вещей Которые Кажется Вызывают Беспокойство И многие Выразили Свою Обеспокоенность Даже Демократы Выразили Свою Обеспокоенность Я думаю Мы должны Послушать Один Или два Из них И в конце Концов Мы попробуем Собрать все Вместе Верно Это видео О нарушениях Которые Кажется Выходят На первый План Это демократ Вернон Джонс Который Говорит Об этих Проблемах Давайте Послушаем Что он Скажет Позвольте Мне быть Откровенным И честным В конце Этой Линии Есть Мертвая Кошка Он Думает Он Думает О мошенничестве Он Отличается Отсутствием Прозрачности Это мышление Безответственности Он Причисляет Себя К тем Кто Желает Честных Выборов Это Мышление С их Отсутствием Где Честная Борьба Если Вы Стоите За Права Людей И Их Права Голоса И Каждый Голос Засчитывается Каждый Законный Голос Засчитывается Где Честная Борьба Я Скажу Вам Где Честная Борьба Честная Борьба С По Отношению К ним Как Член Генеральной Ассамблеи Джорджии С 12 Летним Стажем Я Обязан Высказаться За Каждого Жителя Джорджии Когда Их Голос Не Подсчитывается Когда Их Голос Подсчитывается Не Точно И Когда Имеет Место Незаконные Наружения То Что Мне Нравится В Дональд Трампе Он Путешествует С Группой Близнецов Один Называется Ответственность А другой Прозрачность Вот Что Мне Нравится У Мне Были Демократы Республиканцы Черные Белые По Всему Штату Джорджии На Самом Деле По Всей Стране Говорят Что Происходит В Джорджии Я Не Могу Согласиться С Вашим Кандидатом Верно Но Если Они Заберут Мой Голос Если Они Заберут Ваш Голос У Вас Они Заберут Мой Голос У Меня Это Американский Дух И То Что Я Вижу Это Фикция Это Фикция И Это Позорно Итак Что Ты Думаешь Об Этому Интересно Мягко Говоря Это Показывает Нам Что В Лагере Байдена Есть Некоторые Которые Даже Думают Что 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 То Не Так Что То Подозрительное Мертвая Кошка Как Бы Не Реально Это Или Нереально На Самом Деле Не Имеет Значения Результат Это То Что Должно Произойти И Если Вы Верите Как Я Что Бог Все Равно Контролирует Все Справедливо Это Или Несправедливо Это Все Еще В Пределах Дозволенной Воли Бога Верно И Пророчество Сбудится Независимо От Того Справедливо Это Несправедливо Судите Нам Это Статья Из Fox News И В ней Говорится Фаучи Сказал Трамп Напуганный Потенциальными Митингами Супер Спредеров Но Он Умалчивает О Праздновании Байдена Нам Было Много Чего Сказать О Предвидении Прошлого В отношениях Между Трампом И Фаучи И Неважно Является ли Это Все Частью Гегелевской Диалектики Или Нет И Некоторые Люди Скажут Мы говорим О теориях Заговора Но Они Должны Разочароваться Мы Говорим О том Что Говорят Новости Мы Интересно Что Фаучи Кажется В какой-то Мере Поддерживает Лагерь Байдена Верно Он Совершенно Молчалив Когда Дело Касается Лагеря Байдена И Довольно Откровенен Когда Дело Касается Лагеря Трампа Но Мы Знаем Что Те На Кого Влияет Философия Иезуитов Или Сами Иезуиты Могут Легко Перейти На Другую Сторону Потому Что Реальная Сторона Которая Имеет Значение Это Та Которая Не Служит Он Молчит Когда Дело Касается Празднования Байдена Даже Без Масок И Других Довольно Шумных Праздниках Были Некоторые Признаки Того Что Байден Хотел С самого Начала Дать Понять Что Во Всем Он Очень Увлечен Тем Как Религия Играет Его Взглядом На Вещи Он Позаботился О том Чтобы Средства Массовой Информации Знали Что Он Принимает Участие В Деятельности Отражающей Его Римско Католическую Веру Если Он Станет Президентом Он Станет Вторым Римско Католическим Президентом В Истории Соединенных Штатов Первый Был Убит Как Мы Сказали Чон Кеннеди И Согласно Многим Источникам Вполне Вероятно Что Иезуиты Были Задействованы Даже В этом Это Конечно Теперь Все В сфере Заговора Так Что Мы Оставим Все Как Есть Но Он Произнес Знаменитую Речь О Подделении Церкви От Государства И Были Люди Которые Были Очень Расстроены Этим И На Одних Из Предыдущих Выборов Были Кандидаты Которые Совершенно Нагло Заявили Что Речь Кеннеди Вызвала У них Желание Тошноты И Они Были Кандидатами Президента Соединенных Штатов Америки Интересно Что Сказал Б Джок Байден И Хочет Леон Сыграть Такую Жи Роль Я В этом Сомневаюсь Я Думаю Что Пророчески Мы Слишком Далеко По Линии И Так Помните Что Цари Мира Собираются Отдать Свою Ласть Зверю И Все Должны Знать Кто Этот Зверь И Он Очень Большая Часть Зверя На самом деле Он Член Религиозной Системы Зверя Давайте Посмотрим На это Небольшое Видео И Увидим Что Мы Можем Излечь Из Него В Свой Первый Полный День В качестве Избранного Президента Джо Байден Сделал То Что Для Него Составляет Основу Его Жизни Месса В церкви Где Похоронена Его Первая Жена Сын И Дочь Его Религиозная Вера Как Известно Америке Направляет И Следующего Президента Это Было На сцене В Означает Обращение К тем Кто Поддерживал Человека Который Победил Избрание Камалы Харрис Женщины И Цветной Женщины В Белый Дом Является Первым Имеющим Огромные Значения Для Этой Страны Хотя Я могу Быть Первой Женщиной В этом Офисе Я не Буду Последней Потому Что Каждая Маленькая Девочка Смотрящая Сегодня Вечером Видит Что Эта Страна Страна Возможностей Они Слушали По всей Стране Не в последнюю Очередь На улицах За пределами Белого Дома Празднование Среди Тех Кто Жаждет Положить Конец Герою Трампу Действующий Президент Снова Направился На поле Для Гольфа Он Провел Своё Воскресное Утро Твиттере Он Продолжает Утверждать Что Выборы Сфальсифицированы Но При этом Он Республиканцы Которые Не являются Союзниками Трампа Не ждут Что он Уйдет Спокойно Мы Не Собираемся Менять Президента Трампа Или его Характер В последние Дни Президентства Я Не Собираюсь Дать Ему Совет Что Делать Он Делает Традиционно То Что Он Делает Сейчас Я Не думаю Что Будет Сюрпризом Для Кого Но Джо Байден Не ждет Дональда Трампа Его Администрация Уже Запустила Новый Веб Сайт Над Которым Работает Переходная Команда А завтра Они Представят Свою Собственную Целевую Группу По Коронавирусу Джо Байден Знает Что Торжества Закончились И Это Страна Кризиса Джо Байден Призвал Своих Сторонников Сохранить Веру С Какими Трудностями Он Не Сталкивался Он Достиг Своей Конечной Политической Цели И Тяжелая Работа Только Начинается Первый Пункт Для Размышления Он Хочет Чтобы Нация Знала О Его Вере И Он Не Скрывает Этого Это Полностью Контрастирует С тем Что Сделал Джон Кеннеди Джон Кеннеди Дал Понять Что Католик Не Будет Диктовать Президенту Что Он Должит Делать И Ни Единпротестантский Прилат Не Будет Диктовать Президенту Что Ему Делать Будет Полное Разделение Дональд Трамп Заложил Основу Для Слияния Он Избавился От Попрак Джонсона Он Много Сделал Чтобы Выдвинуть На Первый План Голос Духовенства Весь Духовный Совет Который Он Принес Почти Можно Сказать Что Для Царей Мира Приготовлен Путь Чтобы Отдать Свою Силу Зверю Разве Не Так Итак Здесь Есть Большой Контраст Он Кажется Поддерживает Ромни Кажется Поддерживает И Очень Доволен Тем Что Предыдущая Эпоха Ушла Умаз 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 Сказать Что Антитезис И Тезис Работают Очень Хорошо Работают Очень Хорошо Если В будущем Все изменится Это Будет Очень Интересно Но Давайте Посмотрим Как Это Получится Дональд Трамп Имел Огромную Поддержку Среди Евангеликалов А Затем К концу Его Президентства Произошел Поворот Поворот В сторону Байдена И Газета Гардиен Сообщила 9 Октября Это Было Перед Выборами Конечно Что Религиозные Лидеры Поддерживают Джо Байдена Это Знак Того Что Евангелическая Поддержка Трампа Ослабевает Так То Уже Перед Выборами Происошла Смена Поддержки От Одного К Другому Верно И Более 1600 Религиозных Лидеров США Публично Поддержали Джо Байдена Кандидата От Демократа На Президентских Выборах В следующем Месяце Эта История Как Насчет Самой Римской Католической Церкви Помните Что У него Была Огромная Поддержка Я говорю о Трампе От Консервативной Ветви Римской Католической Церкви Но Нет Либеральной И Кстати Они Называли Эту Либеральную Сторону На самом Деле Частью Болота Верно Мы Придем К этому Потому Что Мы Должны Смотреть На Всю Пророческую Картину Всегда Иметь В 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 Синтез И Мир Должен Прийти К Синтезу И 13 Глава Книги Откровения Говорит Нам Что Второй Зверь Из 13 Главы Откровения Который Является Соединенными Штатами Америки Приведет Мир К Принятию Начертания Зверя И Он Совершенно Ясно Дал Понять Байден Что Он И Соединенные Штаты Снова Хотят Быть Примером Для Мира Которому Они Должны Подражать Итак Что Он Сделал В Свой Первый День Президентства Пошел Церковь И Он Сделал Это Очень Публично Что Он Принимает Участие В Мессии Он Хочет Чтобы Все Видели Что Он Католик И Он Никогда Не Просносил Речи О Подделение Церкви От Государства Они Хотят Преуменьшить Значение Трампа Не Говорят Что Трамп Воскресенье Играет В Гольф Я Хочу Сказать Каковы Его Взгляды К Сожалению Они Были Очень Открыты Они Были Очень Открыты Со Своими Взглядами Итак Это Делает Это Еще Более Интересным Давайте Продолжим Это Удверждение Довольно Интересно Это Сторонников Показывает Что Отсутствие Доброты И Порядочности У президента Трампа Дохновляет Религиозные Сообщества И будет Стоить Ему Этих Выборов Сказал Дук Пагет Исполнительный Директор Организации Христианской Компании Голосующей За Всеобщее Благо Это Интересно Верно Которая Собрала Одобрение Была Группа Под Названием Евангеликалы Против Абортов За Байдена Они Согласны С позицией Байдена По поводу Абортов Но им Нравится Эта Открытость А затем В прошлом Месяце Более 150 Католических Богословов Активистов И монахинь Подписали Открытое Письмо Католическим Избирателям Призывая Их Выступить Против Трампа Заявив Что он Пренебрегает Основными Ценностями Лежащими В основе Католического Социального Учения Социальное Учение Становится Очень важным Вопросом Не Послушание Богу А послушание Римско-католической Социальной Доктрине У нас Было Целое Обсуждение По этому Вопросу Рарум Нуарум И все Эти Энциклики Еще Один Очень важный Момент Конечно Это то Что Многие Из этих В кавычках Пророков В евангелическом Мире Были Полностью Убеждены Что Трамп Победит Мы показали Довольно Много Видео Об этом Они Надеются Что это Все еще Будет Иметь Место Они Говорят Что Все это Мошенничество И это Произойдет И он Выиграет Но если Этого Не Произойдет Это Много Скажет О пророках В кавычках Потому что Библия Ясно Сказано Что Если Слово Пророка Не Сбывается Не бойтесь Всего Верно Итак Давайте Посмотрим Что Некоторые Из Людей Которые Были Очень Убеждены И Даже Говорили На Языках Чтобы Гарантировать Что Это Произойдет Что Они Хотят Сказать По Этому Вопросу Несомненно Господь Бог Ничего Не Делает Не Открыв Свои Намерения Своим Слугам Пророкам Я Брал Интервью У Пророка За Пророком И Я Верю Что Все Они Говорили Не Моргнув Глазом У Дональда Трампа Будет Два Срока Президент Трамп Победит И Вы Знаете Что Методы Божьи Созидают Меня Когда Я Слышу Слово От Бога Ты Не Можешь Меня Отговорить Если Я Услышу Слово От Себя Я Буду Двоедуши Но Если Я Услышу Слово От Бога Ты Ничего Не Можешь Сделать Чтобы Меня Отговорить Не Только Пророки Говорят Что У Него Будет Второй Срок Сид Эксперты Так же Говорят Они Люди С Надежным Послужным Списком И Они Говорят Послушайте Вам Нужно Понять Что Происходит Это Еще Не Конец Это Еще Не Решено Мы Увернулись От Пули Дамы И Господа Мы Увернулись От Пули План Демократа План Больших Технологий План Либеральных СМИ Состоял В том Чтобы Искоренить Американскую Систему И Установить Другую Систему Этот Монстр Все Еще Был Там Если Был Он Остался В Подполье Благодаря Победе Трампа Это Принуждение К суду Заставляет Расследование Раскрыть Коррупцию О которой Мы Даже Не Подозревали Это Момент Божьей Отстрочки И Милости Для Соединенных Штатов И Я думаю Мы Поймем Это Позже Вы Знаете День Выборов Сид Я Проснулся И Святой Дух Сказал Сегодня Вечером Что-то Произойдет Но Ты Не Готов Все будет Не так Как Вы Думаете И Когда Вы Это Увидите Не Расстраивайтесь Потому Что Это Будет Сюрприз А Для Меня Его Часть На данный Момент Мы Обнаружили Слой Коррупции Это Превосходит Все Что Мы Могли Вообразить Один Из Самых Ярких Пророков Которых Я знаю Он Продолжает Звонить Мне И Говорить Я Слышу Только Одно Слово О Президенте Трампе И Это Слово Которое Брок Продолжает Говорить Мне Оправдан 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 Я Волнуюсь Когда Говорю Это Марио Другая Часть Когда Вы Смотрите На Бога Как Он Складывает Части Вместе Вы Знаете Что Эми Кони Барретт Была Одним Из Ведущих Адвокатов Флориды В 2000 Году Я Не Знал Этого Она Была Там Во Флориде Это Было Одно Из Ее Дел Она Уже Понимает Мошенничество На Выборах Она Это Понимает И Она В Верховном Суде Под Давлением Это Фильмы О Монстрах Дамы Господа Мы Увидим Как Слава Божья Сойдет На Соединенные Штаты Я Не Сомневаюсь В Этом Как Видишь Пророки Не Отказались От Своего Пророчества Они Ожидают Больших Потрясений Я Не Знаю Обязательно Ли Эти Пророки Понимают Пророчества И То Что Господь Сказал Нам В Книге Откровения И То Куда Мы Движемся А Мы Движемся Ко Времени Скорби Которого Никогда Не Было Так Или Иначе Должно Быть Непредвиденные Обстоятельства Даже На стороне Врага Я Говорю О Враге Бога Чтобы Подготовить Человечество К Этому Огромному Потрясению Которое Надвигается На Общество Верно В Нем Должно Быть Объяснение Люди Скажут Почему Это Происходит Почему Все Эти Бедствия Нависают Над Нами И В конце Концов Они Скажут Почему Эти Язвы Падают Потому Что Они Очень Убеждены В Своей Правоте Итак Если В Плане План По Созданию Системы Которая В Конечном Итоге Обеспечит Соблюдение Начертания Зверя Но В То же Время Сеять Семена Грядущих Бедствий Или Дать Объяснение Грядущим Бедствиям Которые Грядут На Землю Итак Мы Уже Видели Что Многие Из этих Пророков Без Этого Пророчества Сбывается Или Не Сбывается Не Име Значения Что Они Ошибались Они Сказали Что Это Произойдет В Этот День Но Этого Никогда Не Было Это Произойдет Тогда Но И Это Не Произошло Мы Уже Знаем Что Они Неправы Им Не Нужно Доказывать Другой Раз Но Даже Если Они Докажут Свою Правоту В этом Вопросе Они Все Равно Будут Неправы По Всему Пророчеству Итак Это Другой Аспект Поэтому Давайте Просто Нарисуем Картину Вот Извольный Президент Который Совершенно Ясно Говорит Каковы Его Религиозные Взгляды И Что Он Хочет Интегрировать Свои Религиозные Взгляды В Эту Политику Что Противоположно Тому Что Сделал Джон Кеннеди А Есть Люди Которые Говорят Нет Это Отступничество Это Либерализм Это Монстр Они Говорят О Заговорах И Извращениях И Существует Очень Много Историй Мы Не Должны Принимать Ни Одну Из Сторон Нам Просто Нужно Посмотреть На Пророческие Сценарии Это Все Что Нас Интересует Сид Рот Не Единственный Кто Пророчествовал О Победе Трампа Есть И Другие Верно В Новостях Сибин Есть Интересный Момент Где Некоторые Люди Тоже Говорят Об Этих Проблем Давайте Посмотрим Это Видео Просто Для Полноты Картины Трамп Будет Президентом Что Бы Вы Не Слышали Авторы Пророк Кэт Кэр Рассказала Список Ильи Стив Шульц Сказал Что Пророки Не Ошибались Она Говорит Что Бог Готовится Раскрыть Коррупцию И Зло Она Говорит Что Это Будет Обвал Это Начнется С Телефон Занка И Я Могу Сказать Что Вы Будете Шокированы Увидев Сколько Из Этого Получилось Но Трамп Победит Он Будет Президентом Соединенных Штатов Он Будет Сидеть В Этом Офисе Еще Четыре Года И Бог Добьется Своего В Этой Стране Кэр Не Единственный Пророк И Реми Джонсон Считая До Писал Своим Последователем Цитату Либо Лживый Дух Заполнил Устан Многочисленных Доверенных Пророческих Голосов В Америке Либо Дональд Трамп Действительно Выиграл Президентский Пост И Мы Являемся Свидетелями Разворачивающегося Дьявольского И злого Плана По Кражи Выборов 4.30 Господь Сказал Мне Я Дам Вашему Президенту Вторую Победу Всего Несколько Недель Назад Пастор Денис Гули Произнес Эти Слова Над Президентом Трампом Когда Он Посещал Международную Церковь Лас-Вегаса Он Присоединился К хору Других Пророческих Голосов Которые Верят Что Бог Сказал Им Трамп Победит В том Числе Пел Робертсон Из Сибен Я Хочу Без Вопросов Сказать Трамп Победит На Выборах Лидер Христианских Молит Лу Энгл Говорит Что Сейчас Не Время Отчаиваться А Скорее Чтобы Церковь Молилась Как Эстер И Что Коррупция И Мошенничество На Выборах Будут Разоблачены 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 Вот Что Случилось С Амманом Трехденный Пост Эстер А Затем Возникает Сцена В Которой Эстер Буквально Буквально Разоблачает Аммана И Происходит Внезапный Разворот В книге Амоса Глава 3 Седьмой Говорится Бог Ничего Не делает Не открывая Свои планы Своим Слугам Пророкам И Эти Пророческие Голоса Говорят Это Еще Не Конец Ну Что Ты Скажешь Действительно Кажется Что Это Еще Не Конец Это Самые Интересные Выборы Которые Мы Когда Либо Видели В своей Жизни По крайней Мере На самом Деле Это Не Похоже На Выборы Я Не Знаю Даже Что Это Это Что То Библейское И Это Что То Театральное Очень Интересно Но Мы Все Еще Движемся К Плану Это Была Сторона Евангеликалов Итак Как К Этому Относятся Консервативные Католики Так же А Либеральные Католики Они На стороне Байдена Да Они На стороне Байдена Давайте Посмотрим На Либеральных Католиков Вот Заявление Архиепископа Лос-Анджелеса Хосе Гомеса И Президента Конференции Католических Епископов США Это Высокопоставленный Человек И он Сказал Следующее Мы Благодарим Бога За Благословение Свободы Американский Народ Высказался На Духи Национального Единства И Взять на себя Образительство Вести Диалог И Ити на Компромисс Для Общего Блага На что это Похоже? Синтез Это Звучит Как Синтез Ради Общего Блага Верно? Компромисс И Общее Благо Ты Мог бы Выставить Эти Слова Туда? Пришло Время Для Синтеза Давай Продолжим Мы Просим Пресвятую Деву Марию Кстати Где Сейчас Пресвятая Дева Мария Она Спит В Могиле Она Спит В Могиле Итак Кого Они Спрашивали? Ну Давай Остановимся На этом Мы Просим Пресвятую Деву Марию Проковительницу Этого Великого Народа Заступиться За Нас Пусть Она Поможет Нам Работать Вместе Чтобы Воплотить Прекрасные Видения Миссионеров И Основателей Америки Единая Нация Под Властью Бога Где Защищается Святость Каждой Человеческой Жизни И Гарантируется Свобода Совести И Религии В это Заявление Встроено Противодействие Абортом И Синтез Потребует Этих Принятий Верно? Это Публичное Заявление В нем Есть Некоторые Очень Римско Католические Элементы Как Сочетается Лагерь Байдена И Ватикан Если Лучшая Пара Чем Трамп И Ватикан Абсолютно Но Как мы Видели Большая Часть Администрации Компании Трампа Была Римско Католической Единственный Способ Объяснить Это Тезис Антитезис Синтез Сто Процентов А А так же Царь Северный И Южный Сидят За одним Столом Совершенно Верно Давайте Посмотрим На некоторые Другие Вопросы Папа Франциск Это От Марта 2016 Но Мы Поместили Это Сюда Потому Что Панин Будет Ссылаться На Эту Проблему Верно Там Было Сказано Что Папа Франциск Самый Популярный Лидер В мире Но Он Самый Популярный Папа Франциск Более Популярен Чем Любой Политический Мировой Лидер Согласно Новому Опросу Общественного Мнения По Результатам Опроса Он На Один Из Пунктов Обережает Своего Ближайшего Соперника Президента Барака Обаму По Популярности Это Это Было До Байдена Компания Обамы Частью Которой Был Байден Верно Вот Интервью Джо Байдена С Иезуитами Нам Всегда Нравится Говорить Об Этой Связи Кстати Это Не Заговор Это Новости И Недоброжелателям Придется Смотреть Новости А Не Вскакивать На Подножку И Кричать Заговор Сто Процентов Это Не Мы Говорим Это Говорят Они Сами Итак Давай Посмотрим На Это Мистер Вице-президент Большое Спасибо За то Что Были С Нами Сегодня Я Польщен Что Меня Пригласили По Крайней Мере Двое Из Ваших Предшественников На Посту Вице-президента Джон Адамс И Томас Джефферсон Это Хорошо Известно Историкам Что Они Не Были Большими Поклонниками Иезуитов Может ли Католик Быть Избран Президентом Должен Ли Быть Избран Президентом Мы Установили Дипломатические Отношения Между США И Ватиканом Только 1980 Годах И вот Теперь Этот Папа Иезуит Собирается Выступать На Совместном Соседании Конгресса Что Это Говорит О Нашей Стране Ну Смотрите Отец Я Думаю Это Своего Рода История Путешествия По Этой Стране Если Вы Думаете Об Этому Это Всегда Было В Направлении Инклюзивности Это Всегда Было В Направлении Принятия Это Всегда Было В Направлении Расширения Права И Признания Различий Я Думаю Что Движение За Гражданские Права Будет Отношение Католической Церкви Будет Отношение К Меньшинствам Это Постоянное Развитие Я Это И о Политике Это Самой Идеи Все Возможно И Это Прогресс Я Знаю Это Звучит Может Быть Это Звучит Слишком Националистически Чем Я Так Горжусь Но Это Действительно То Кто Мы Есть Загляйте Не Слишком Далекое Будущее Отец Мы Будем Кавказцами Европейского Происхождения Мы Будем Абсолютным Мечеством Соединенных Штатах Америки И Это Отражение Того Кто Мы Есть И Это Совсем Не Удивительно И Это Изменит Лицо Не Только Страны Но И Церкви В Этой Стране Это Изменит Лицо Церкви И Кстати Мы С Вами Оба Знаем Что Это Не Так Я Не Должен Давать Вам Интервью Но Вы Знаете Что Внутри Церкви Есть Некоторые Реальные Различия В То Что Мне Нравится В Этом Папе Я Должен Бы В Свет С Ним Когда Я Поехал На Его Инаугурацию Я Всегда Думал Что Это Введение В Должность Но Это Инаугурация Имел Большое Удовольствие Представлять Соединенные Штаты Америки Моя Сестра Была Со Мной И Я Сидела У Алтаря А Потом Как Вы Знаете Отец Выстраивается Все В Алфавитный Порядок В Базилике Святой Отец Стоит У Подножия Алтаря И Приветствует Каждого Главу Государства Или Действующего Во Главе Или Исполняющего Обязанности Главы Государства Соединенные Штаты Были В самом конце Я Подошел Там Был Замечательный Ирландский Монсеньор Кто Сидел Со Мною В длинном Интервью Которое Он Скатил Меня За Руку Он Сказал Я Знаю Мистер Вице Президент Вам Всегда Здесь Рады Это Послание Которое Он Послан Миру И Это Язык Которых Он Поражает Везде Совершенно Верно Именно Поэтому Он Сегодня Самая Популярная Фигура В мире И Не Только В Католических Странах Но По Всем Направлением Он Воплощение Католической Социальной Доктрины В Которой Я Вырос И Я Что Каждый Имеет Право На Достоинство Бедным Должно Быть Отдано Особое Предпочтение Потому Что У вас Есть Обязанность Протянуть Руку Помощи И Быть Инклюзивным Я Имею Ввиду Посмотрите Энциклику По Изменению Климата Она О том Что У нас Есть Обязанность Мы Должны Беречь Эту Планету Откровенно Говоря Я Взволнован Как Практикующий Католик Я Действительно Взволнован Тем Что Весь Мир Узнает Каковы Основные Существенные Элементы Того Что Составляет Католицизм Мы Можем Спорить О догмах Мы Можем Спорить О том О Сем О Некоторых Проваленных Доктринах Это Ниже Это Выше Но Это Намного Больше Он За Католическую Социальную Доктрину И Он За Нау Дата Си Очень Стойко Интересно А тут Солета К теме Воскресения Которая Находится В этом Документе Говорит Ли Он О Католицизме И Что Он Составляет И Какой Замечательный Пример Для Мира И Папа Франциск Самый Популярный Человек Во Всем Мире И Он Воплощение Католической Социальной Доктрины А Затем Последняя Энциклика На которую Он Конечно Не Не Ссылается Потому Что Она Не Была Написана На Этом Этапе Но Это Его Философия И Это Никогда Не Доходило До Падения До Сих Пор Мы Видели Что Уключает Себя Либеральные Католические Взгляды Давайте Посмотрим На Консервативную Католическую Точку Зрения Потому Что Нам Всегда Нужно Противопоставлять Эти Две Верно Есть Причина По которой Конечно Не Разделен Не Так Либер Давай Посмотрим Для Трампа Это Еще Не Конец Я Знаю Что Люди Разочаровываются Когда Видят Как Они Готовят Фальшивые Новости Они Видели Группу Людей Стоящих Перед Белым Домом Также Можно Вспомнить Еще Тот День Когда Альберт Горд Не Уступал До Декабря Это Будет Продолжаться И Мы Спасли Стальные Митинги По всей Стране Мы Провели Иерихионские Марши По всех Столицах Штатов Первые Были Вчера Большие Начались Сегодня В полдень Что Такое Марш Иерихона Вы Помните Ветхом Завете Иисус Навин Вел Израильский Народ Семь Не Вокруг Города Иерихион На Седьмой День Они Обошли Город Иерихон Семь Раз Они Посмотрите Что они там держат Ковчег Завета Мы Католики Верим Что в Новом Завете Ковчег Нового Завета Новый Завет Это Пресвятая Дева Мария Пресвятая Богородица Ковчег Завета Содержит Слово Божье На нем Десять Заповедей Наша Дева Содержала Слово Божье Ставшее Плотью Совершенный Хранитель Закона Сын Божий Стал Сыном Человеческим Это Когда То Что мы Собираемся Сделать Ходить В каждую Столицу Особенно В столицу Штата К зданию Капитолия Каждый День В полдень Сегодня Воскресенье Нужно Пойти В церковь Место Конечно Важнее Понедельник Вторник Среда Мы Собираемся Появиться И мы Собираемся Пройти Каждую Цолицу Семь Раз Мы Будем Молиться Я Приглашаю Вас Принести Статуи Ваши Иконы Кресты Крестики Все Что Вы Можете Чтобы Занять Место Перед Богом И Молиться И Ходотайствовать Это Еще Не Конец Вы Знаете CNN Это Просто Группа Людей У Которых Есть Камеры Но Полдень Вы Семь Раз Обходите Здание Капитолия Молясь Есть И другие Конфессии Я Разговаривала С людьми Которые Участвуют В этом Кстати Там Никто Не просит Денег Это Просто Люди Собираются Вместе Помолиться Но Я Сказал Послушайте Я Не Хочу Посылать Католиков Туда Где Фундаменталисты Или Харизматы Кричат На них Из Отчеток Нет Это Марш За Жизнь Вы Идете Капитолию И Обходите Со Своей Группой Вы Обнаруживаете Католиков Кстати Это Люди Которые Держат Розари Или Четки Вы Находите Католиков Группируетесь С ними И Знаете Что Возможно 60-70 Ядрах Впереди Вас Возможно Есть Группа Я Не Знаю Евангеликалов Или Харизматы Я Даже Слышала Что Там Были Евреи Вам Не Обязательно Быть Частью Того Что Они Делают Вы Находите Свою Группу Людей И Делайте То Что Они Делают Мольтесь На Четках Поете Католические Гимны И Так Далее И Это То Все Знали Что Демократы Никогда Не Уступят Мы Знали Что Они Попытаются Обмануть Есть Даже Клип Байдена В котором Говорится Что У них Самое Большое Мошенничество Организованное Мошенничество Мы Знали Что Они Собираются Обмануть Мы Знали Что Они Лгали Нам Всем Во Время COVID-19 Они Создали Шумиху Они Пытались Разрушить Экономику Мы Знали Что Они Не Собираются Уступать Мы Знали Что Они Собираются Обмануть Мы Знали Что У Нас Не Будет Результатов Выборов 3 Ноября Мы Все Это Знали И Теперь Люди Сходят Суба Мы Знали Это Мы Говорили Об этом Католики Консервативные Католики Кажутся Такими Же Убежденными Как И Пророки Верно Они Не Сдаются И Идут На Марш И И И И И Они Собираются Маршировать Ожидая Пока Болодная Система Наконец Рухнет И Сила Этого Царства И 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 Пророчество Сбудится Короли Мира Ли Цари Мира Собираются Отдать Свою Власть Зверью И Весь Мир Будет Следовать За Ним Эти Люди Отказываются Принять То Что Произошло Они Надеются На Это Окончательные Свержения Некоторые Из Немного Более Созерцательны Например Архиепископ Он сказал, что он, конечно же, фанат Трампа, как ты знаешь. Он сказал, что это может быть частью грядущего наказания. Нам нужно взглянуть на этот аспект, потому что помните, что должна быть подготовка на случай непредвиденных обстоятельств для того, что грядет в мир. Не может дать мир и безопасность, если Бог говорит, что будет беда, верно? Давай посмотрим следующие вопросы. Но кроме того, в основном это идолопоклонство. Он даже сказал, принесите своих идолов. Возьмите с собой своих идолов и молитесь на четках. Библия очень ясно говорит, что у нас не должно быть повторяющихся молитв. Четки состоят из десяти бусинок Марии и одна нашему отцу, десять Марии и одна нашему отцу. Что так же интересно, так это то, что он упомянул, что на Иерихонском марше будут и другие группы. Это повестка дня. Все делают это семь раз, обходят в угол государственного здания. Является религия очень важной чертой на этих выборах? Именно так. Неимоверно. Последние новости от архиепископа Карло Марии Вегано, который дал новое интервью итальянской ежедневной газете. И в нем он задал вопрос. Что произойдет, если Байден будет избран, а Трамп проиграет выборы? Но то, что он говорит, очень интересно. Если Трамп проиграет выборы, он говорит, какого сценария ждут католики мира, если Трамп проиграет? Вот вопросы, которые он задает, и он отвечает так. Если Трамп проиграет президентские выборы, последний католический аферист, который удерживает потерпеть неудачу, это ссылка на 2 Фессалоникийцам 2 глава 6.7, который вы должны найти. Это относится к концу времени. Он говорит, что католический аферист провалит то, что не дает раскрыться тайне беззакония. А диктатура нового мирового порядка, который уже привлек Берголию на свою сторону, получит союзника в лице нового американского президента. Джо Байден не имеет собственной личности. Он всего лишь выражение силы, которая не осмеливается проявить себя. И это прячется за человеком, который совершенно не способен занимать пост президента Соединенных Штатов, а также из-за его ослабленных умственных способностей. Но именно из-за своей слабости к нерешительным и нерешенным жалобам на его способность быть шантажом из-за конфликта интересов, Байден показывает себя марионеткой, которой элита маневрирует, марионеткой в руках людей, жаждущих власти и готовых на все, чтобы ее расширить. Архиепископ Вегано снова продолжает говорить о том, что будет, если Трамп проиграет выборы, а Байден выиграет. Он говорит, что мы столкнемся с диктатурой Оруэлла, желаемой как глубинным государством, так и глубинной церковью, в котором права, которые сегодня считаются фундаментальными и неотъемлемыми, будут попираться при соучастии основных СМИ. Я хочу подчеркнуть, продолжает он, что универсальная религия, к которой стремятся объединенные нации и масонства, имеет активных сторонников на самом высоком уровне католической церкви, который узурпирует власть и фальсифицирует магистериум. Они противостоят таинственному телу Христа, являющимся единственным ковчегом спасения человечества, противовес таинственному телу Антихриста, согласно пророчеству достопочленного архиепископа Фултона Шина. Экуменизм, мальтузианство, пансексуализм и миграционизм – это новые догмы этой универсальной религии, служители которой готовят пришествие Антихриста перед окончательным преследованием и окончательной победой нашего Господа. Но точно так же, как к славному воскресению Спасителя предшествовали его страсти и смерть, так и церковь идет к своей собственной Голгофе. И как Синедрион думал, что уничтожит Мессию, распяв его, так же и печально известная секта считает, что затмение церкви – это прелюдия к ее концу. Крошечный остаток, говорит архиепископ, составленный из ревностных католиков, так же, как Матерь Божья, Святой Иоанн и Мария Магдалина остались у подножия креста. В этом представлении есть много интересных особенностей. И это очень тесно связано так же с сведениями Фатимы. Потому что наказание, которое постигает церковь, когда она станет отступническим институтом, управляемым масонством и глубинным государством, а не ковчегом, о котором мы слышали ранее, который есть Мария, он сослался на второе фессалоникийца. Итак, давайте откроем второе фессалоникийца и посмотрим, что он имел в виду. На самом деле, это пророчество об Антихристе. Мы рассматривали этот стих много раз. И реформаторы были единодушны в том, что это относилось к папству. Мы читаем из второго послания к фессалоникийцам, вторая глава, из первого стиха. Он сослался на шестой стих, но мы начнем с первого и дойдем до шестого. Молим вас, братья, пришествий Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, да коли не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели. Реформаторы утверждали, что все это относится к римско-католической системе. Павел сказал, что приход Господа еще не приближается, но сначала должно наступить отступление. И затем он продолжил, противящийся и превозначающийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. И снова, реформаторы были единодушны в том, что это было отсылкой к папству. И та книга, которую мы упоминали в прошлый раз, романизм и реформация, совершенно ясно дает понять, во что они верили. Он сказал, что этот храм, о котором они говорят, не храм из камня, но это церковь, потому что Павел сослался на церковь, как храм живого Бога. Итак, человек греха сидит в церкви и притворяется Богом, принимая титул Бога. Мы много раз показывали, к кому это относится. Не только потому, что он претендовал на это, но и претендовал на это на практике, провозгласив закон, противоряющий закону Божьему. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? Помните, здесь Павел говорит, что тогда все находилось под лавсю Римской империи. И было незаконно говорить против императора. Здесь он имеет в виду то, что сказал им наедине, но он не собирается излагать это в письменной форме. А затем он переходит к этому стиху, который упоминал архиепископ или кардинал. И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. И что это было, что не допускает открыться ему в его время? Если вы обратитесь к отцам ранней церкви, все они были кристально ясны в этом вопросе. У меня была целая лекция со всеми цитатами. Они считали, что то, что удерживало эту римскую власть от прихода к власти, этой папской власти, был языческий Рим. И как только языческий Рим пал, открылась дорога для возвышения папского Рима. Это то, во что верили реформаторы. Это то, во что верили отцы церкви. Они применяют это к футуристическому антихристу. И это не библейское понимание. Вы должны вернуться к источнику. И тогда он совершенно прямо говорит, ибо тайна беззакония уже в действии. Это было во времена Павла. Уже началась эта попытка соединить язычество и христианство. Симон Волх был способствующий этому. Это сторона агностицизма, верно? Только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Итак, языческий Рим был на пути к этому слиянию. Он должен был пойти и освободить место для папского Рима. Это то, что говорит Библия. И эти люди, конечно, запутали проблему. Но здесь есть двойной план. Виканнов сказал, что если Байден победит, глубинное государство и глубинная церковь, наконец, будут править. И что останется только остаток, который он называет католическим. Но Библия говорит, что остаток – это те, кто вступляет в заповеди Божьи и придерживается свидетельства Иисусова. Очевидно, они не могут быть остатком, потому что они не придерживаются заповедей Бога, они придерживаются заповедей церкви. Итак, здесь, в центре Фатима. Я нашел это обсуждение очень интересным, потому что оно связано с этим наказанием, о котором говорил Виганн. Здесь они говорят, что Рим отклонился. Папа Франциск. Они ссылаются на его заявление о принятии однополых браков. Но снова, давайте просто уточним. Он никогда не занимал доктринальной позиции. Он никогда не садился на стул, епископа не говорил. Это вполне приемлемо. Вы должны понимать, римско-католические доктрины. Он никогда не делал этого. Если он говорит это где-нибудь еще, это его мнение. Это только его мнение. Это просто мнение, и он никогда не принимал решения. Он страхнул это со своих рук и передал государству и сказал, вы позаботьтесь об этой проблеме. Он никогда не делал заявление секс-катедра. Они не могут этого сказать. Они назвали это частью закона Божьего, потому что он сделал их мужчиной и женщиной. И вы не можете изменить закон Божий. Это интересно. Это относится к видео, которое мы сейчас будем смотреть. Если вы не можете изменить закон Божий, а вообще они смотрели эти 10 заповедей, но теперь они были изменены. Давайте посмотрим на небольшое обсуждение. Кристос венчит, Кристос регнант, Кристос императ. Здравствуйте, я Дэвид Родригес из Центра Фатимы. Сегодня я хотел бы пригласить вас на небольшую непридужденную беседу, которую католики уведут во всем мире после воскресной мессы. Как мы все знаем, на прошлой неделе Папа Франциск бросил бомбу в мир СМИ. Все говорят об этом. Поэтому мы подумали, что также здесь, в нашем приходе, люди будут говорить об этом. Я пригласил некоторых джентльменов для непринужденной и откровенной беседы, этих верных католиков. Вероятно, все они во всем мире в некотором замешательстве, с некоторой озабоченностью. Я хотел бы поприветствовать мистера Кена Шеннама, Тома Дауэра и мистера Боба Хьюстона. Господа, спасибо, что пришли. Как вы знаете, многим людям кажется определенной из того, что вы знаете в Нью-Йорк Таймс, Вашингтон, Пост и все другие средства массовой информации по всему миру, не только в Штатах. Но, как вы знаете, везде говорят, что церковь меняет свою позицию. 2000 лет нашей позиции. И Папа Францис сейчас в этом неофициальном документальном фильме «Франческо», который был выпущен в Риме на прошлой неделе, который транслировался в садах Ватикана. Он поддерживает своего рода гражданский союз или какую-то правовую структуру, чтобы те, кто живут согласно ненатуральному образу жизни, который осужден естественным законом вечного Бога, что у них должна быть какая-то легитимность. Я думаю, для этих союзов, очевидно, это сложно, потому что, я думаю, это вызвало много беспокойства путинец и у католиков во всем мире. Как я это вижу, я имею в виду, это почти двояко. Я вижу, в одном смысле это очень просто, потому что католическое учение кристально ясно. Я просто разместил небольшую рецензию на сайте Центра Фатимы, где я упомянул. Естественный закон – это естественный закон, Божий закон вечен, он не меняется. Никто не может изменить его. Как я уже упоминала, я говорю, что ни папа, ни епископ, ни священник, ни царь, ни президент, ни Конгресс, ни ангел, ни дьявол, ни одна власть в мире не может его изменить. Мы не собираемся воспроизводить все в видео. Они обсуждают, имеет ли папа власть изменить учение церкви, которое выстраивалось в течение двух тысяч лет. Но мне это показалось интересным, и я подумала, что стоит отметить. Он сказал, ни папа, ни правительство, ни законодательные органы, ни даже ангелы, ни дьявол не могут изменить закон Божий. Он неизменный. Но разве они знают, что они изменили закон Божий, что они удалили вторую заповедь, что они изменили четвертую заповедь, что они разделили десятую на две части, что они изменили порядок? Я имею в виду, это невероятно, не так ли? И все же они сами сказали, вы не можете изменить закон Божий. Так что действительно, они выстрелили себе в ногу. Но на самом деле, я имею в виду то, что он также сослался на другого правица, который сказал, что это было частью разложения церкви. У меня здесь есть книга, и она называется «Гром правосудия». Она появилась довольно много лет назад. Я читал лекцию о знамениях и чудесах, где я обсуждал многие вопросы, поднятые в этой книге. Тогда я поставлю ссылку на эту книгу. Да, поставь ссылку. Всегда хорошо, что люди могут лучше понять, что происходит. Почему эта книга появилась? Когда все эти католические правицы столкнулись с явлением Марии, Фатима, конечно, играет очень важную роль, будущий почти материнским институтом. А затем были все остальные. Лассиета и так далее, Маджорити и так далее. И что было предсказано? Время больших потрясений. Время великого бедствия. Дьявол знает, что наступает время великого бедствия. Он должен подготовить к этому умы. Он должен отвлечь внимание от реальной проблемы, которая является нападением на авторитет Бога. Я подумал, что я просто быстро пролистаю одну из глав. Это то, что имел в виду епископ Вегана, и что эти люди обсуждали в центре Фатимы. Это 13 глава. Интересное число. Дым попадает в церковь, говоря о римской католической церкви. И здесь говорится, как мы видели, похоже, что информация об этом отступничестве содержалась в нераскрытом третьем секрете Фатимы. Этот третий секрет никогда не раскрасался публично. Предполагается, что это было покушение на папу Павла Иоанна II, но они не верят этому. В Ла Салете, Франце, благословенный май 19 сентября 1846 года, появилась Мелании Калверт и Максим Жерар. Мария рассказала Мелании в 1864 году, что Люцифер вместе с большим количеством демонов выйдет из ада и понемногу положит конец вере в Бога даже посвященных. Это ссылка на римско-католические церкви. Мы знаем, что Мария спит. Следовательно, это не та Мария, которая когда-либо появлялась, потому что, согласно Писанию, ей нечего делать под солнцем, и она будет спать до воскресенья. Верно? Читаем дальше. Рим потеряет веру и станет резиденцией Антихриста. Это интересно. Это именно то, что имел в виду Вегана. Тебе не кажется странным, что этому человеку публично не делают выговор римские епископы? Он говорит то, что он хочет против Папы, но ему ничего за это не делают. «Сейчас время всех времен, конец всего конца. Церковь будет в затмении, мир будет в ужасе». Затем он продолжает. «Ибо вот век веков, конец и конец близок, церковь переходит во тьму, мир будет в состоянии ужаса, недоумения и замешательства». Вам не нужно быть пророком, чтобы знать это. Вам просто нужно прочитать Библию. Но вы должны дать объяснение. Потому что если люди действительно начнут верить Библии, они поймут, в чем проблема. Так что нам нужна диверсия. «Во время конца этих явлений церковь находилась в осаде из-за приверженности ложным философским системам, которые ассоциировались с масонами, тайными обществами и государством». Разве это не то, что говорил Вегану? Точно так. Он читает по сценарию, верно? А вот еще один интересный момент. Папа Пив IX в 1846 году в своем слове «наследница» провозгласил торжественное осуждение ошибочных положений современной философии, тайных обществ и коммунизма. Все называют лагерь Байдена очень коммунистически настроенным. Особенно крайне левые, верно? Это очень важные вопросы. Церковь осознавала соблазнительную силу коммунизма и опубликовала другие энциклики, осуждающие его. Папа Лев в 13884 году в своей энциклике «Humanum Genus» разоблачил и осудил предложения масонов, связанных с ним тайных обществ и философию масонов, которые он определил как натурализм. Я нахожу захватывающим то, что многие из этих епископов, конечно, были частью масонства, пока все это происходило. А потом были введения отца Гоги. Он сообщил это 26 августа 1983 года. Ошибка преподается и распространяется под двусмысленным формулой новой культурной интерпретации истины. В этом вегана обвиняет Папу Франциско. И есть это интересное подразделение. Они готовят еще одну церковь, однажды отделившуюся от Папы, и это вызовет новый скандал, связанный с печальным разделением. Это говорится о церковной иерархии. Читаем дальше. Блаженная Мать предупредила отца Гоги 15 ноября 1919 года. Насколько велика ваша ответственность о пасторе Святой Церкви Бога? Вы продолжаете путь разделения от Папы и отказа от его магистериума. Вегана использовала именно эту терминологию. Действительно, тайно готовится настоящий раскол, который вскоре может стать открытым и провозглашенным. Мы видим это? Да. Останется лишь небольшой верный остаток. Говорили он так? Именно те же слова. За которым я буду наблюдать в саду моего непорочного сердца. Великое испытание настало для всего человечества. Наказание, предсказанное мной Фатиме, у нас есть связь, и содержится в той части тайны, которая еще не была раскрыта. Это в Антихристе. Вот почему у нас там была Фатима. Вот-вот состоится. Итак, когда это состоится? Когда этот великий раскол станет публичным? Станет ли он общественным? Да. Ты уверен? Да. Совершенно верно. Это то, что он говорит. Это заговоры или это новости? Это новости. Мы просто читаем из книги и показываем в новостях. Разве это не потрясающе? Великий момент божественной справедливости и милосердия настал для мира. Я считаю, что это самые интересные выборы, которые мы когда-либо видели. И если Байден станет следующим президентом США, это идеально пишется в сценарий. Должен наступить раскол. Антихрист должен быть явлен. И он должен править. И на земле должна быть смута, о которой вы даже не можете себе представить. И христианский мир будет смотреть на Иерусалим и ждать, пока Антихрист явится в физическом храме, построенном из камня. Тогда как Библия и реформаторы на самом деле были абсолютно ясны, что замешательство прямо здесь, в церкви, не физические здания с камня. Хаос, который мы видим, может объяснить, почему мы наказаны, почему так много бедствий, почему мир рушится, вот как они могут получить синтез. И в конце концов, из-за возникшей огромной суматохи, у них в руках будет рычаг, и они смогут сказать, это потому, что вы отошли от истинной веры. Давайте вернемся. Давайте сделаем то, что нам нужно сделать. А кто враг? Люди, которые соблюдают заповеди Божьи. Они те, кто не соглашается с нами. Если Байден победит, это интересно, тогда он принесет всевозможные разные части, которые принесут синтез, например, изменений клината. Совершенно верно. У вас есть религиозное воскресенье и светское воскресенье. Интересно то, что когда они внесут это законодательство, вещи на земле не станут лучше, а только хуже, потому что как язвы начнут изливаться, они будут говорить, настанет мир, но мира не будет. Внезапно падут язвы, и они якобы делают то, что правильно. Так в чем проблема? Из-за тех людей, которые не хотели идти вместе. У них есть причина, по которой происходит такое бедствие, потому что Фатима явно провозгласила это. Но они могли бы просто прочитать это в Библии, верно? Давайте посмотрим, что произойдет согласно Священным Писаниям. Откровение 19.19 И увидел я зверя, это римский католицизм, и царей земных, это правители государств, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. Можешь ли ты устроить физическую войну против Бога? Нет. Так что они собрались вместе, чтобы вести духовную войну против Бога, верно? Они собираются атаковать заповеди Божьи и собираются атаковать Божий народ. И они собираются использовать свои вооруженные силы, чтобы сделать это, чтобы обеспечить соблюдение своих догм. Но дальше есть хорошие новости. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк. Римский католицизм вместе с падшим протестантизмом произведевший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению, оба живые, брошенные в озеро огненной, горящей серою, а прочим убытым мечом, сидящим на коне, исходящим из его уст. И все птицы напитались их трупами. Это истинный исход этого конфликта. У них есть введение остатка, наконец, поднимающегося и полностью контролирующего весь мир. Но это не произойдет. Вся система будет уничтожена. То же самое с камнем, который отрывается от книги Данила и разрушает всю систему. Мои братья, для тех, кто увидит победу Байдена как временную отстрочку, я думаю, у нас есть новости для вас. Это готовит почву для того, что вот-вот произойдет в мире. Есть выступления консервативных католиков, есть выступления евангеликалов, есть так называемые глубинные государства и масонства, и новый мировой порядок делает свое дело, вводя законодательство. У них есть причина бедствий, которые грядут на землю. Их глаза устремлены на Иерусалим. И тем временем никто не замечает, что они создали систему, которая составляет отменять Бога. Слово Божье и закон. Да даст нам Бог мудрости в приближении следующих четырех лет. Аминь. Давай помолимся. Небесный Отец, какая захватывающая часть истории только что разыгралась на наших глазах, где все элементы, данные нам в книге Откровения, изображены на глазах человечества в средствах массовой информации для всеобщего обозрения. Господи, однако так мало тех, кто действительно видит, к чему это все ведет. Помоги нам сделать Слово Божье нашим проводником, а не то, что говорит этот пророк, или что не говорит этот пророк, а то, что говорит Слово Божье. Пусть это будет нашим руководством. Это моя молитва, нам Иисуса. Аминь. Аминь.